Что тебе мешает, Карпенко, вот этим людям, которые якобы с тобой на связи, ты говоришь, что какие-то чеченцы пишут тебе, если какие-то проблемы, брат, то мы, мол, все решим, задай им этот вопрос, спроси у этих чеченцев, которые с тобой типа на связи, выдали бы они за тебя свою сестру или свою дочь? И давай поставим точку в этом вопросе. Может, если бы я подобные вещи себе бы позволил, или, например, бы сказал, ты мне не без уродов, но у вас что-то слишком много этих уродов, тебе бы не пришлось мне отвечать, Карпенко, и ни одному украинцу не пришлось бы мне отвечать, потому что наше командование немедленно поставило бы меня на место. Ты говоришь, стал на сторону чеченца, потому что на той стороне мент, а почему ты, Тумсо, не стал на сторону ингушей, которые пытались дать отпор твоим самым ненавистным врагам? Вот если бы ты меня послушал, по-моему, в прошлом, позапрошлом эфире, и когда украинский спикер садится и начинает переживать по поводу избитого российского мента, это очень серьезный сигнал для того, чтобы задуматься, и для украинских, я не имею в виду, властей, спецслужб, украинских граждан, обычных людей, чтобы задуматься над тем, кто этот человек, почему он беспокоится о российских ментах, почему его этот вопрос волнует. Корпенко записал видеоответ на наши претензии, на наши возмущения. Как ему кажется, он поставил точку, ответил на все наши претензии. Если вкратце подытожить все то, что он там говорит, просто вынести оттуда главные тезисы, чтобы не смотреть 40 с лишним минут его видеоролика, то я бы эти кратко его тезисы, его ответ к нам тремя небольшими вырезками подытожил бы. Давайте послушаем его. Если я спрашиваю на своем интервью у чеченцев, где же дух вашей свободной Ичкерии, я в первую очередь обращаюсь к тем, кто еще не пошел на войну. Я хочу вызвать чувство национальной гордости и самосознания в вопросе о том, кто же действительно враг. Ни более, ни менее. Я хочу, чтобы чеченцев становилось под флаг Кадырова как можно меньше. Разве это трудно понять? Разве для этого нужно иметь какие-то суперзнания и какие-то образования? Я опять же хочу призвать к национальному самосознанию, но только не к чеченскому, а к русскому. К русскому самосознанию. Вы реально настолько примитивны, чтобы не понять этого вопроса или не понять моего посыла? Мне действительно надо это разжевывать, что задавая этот вопрос Кадыровцу, я обращаюсь к русским, что сколько вы еще будете терпилами? И да, я хочу там шатнуть общество. И да, это работает. Итак, все те видео, которые нас с вами возмущают, из-за которых мы по сути и начали этот батл с Карпенко, они все записываются и все то, что он там озвучивается, это, во-первых, для того, чтобы как бы подтрунить немножко чеченцев, вызвать чувство гордости у чеченцев, проживающих в республике. И второе, это для того, чтобы как-то русских людей точно так же подзадорить, их чувство расшатать. И он, ну не скрывает, говорит, да, для того, чтобы как-то расшатать ситуацию. Мы с вами, ну такие вот дурачки, глупенькие, мы с вами этого не понимали. И у меня, конечно же, возник логический вопрос. Интересно, если взять, сделать выжимку всего того, что говорит Карпенко на его интервью, и взять те моменты, которые нас возмутили. А ведь возмутили нас абсолютно не те вопросы, в которых он пытался как-то подзадорить русских. Или те вопросы, где он пытался как-то пристыдить кадыровцам. Нас ведь с вами абсолютно не это задевало. Вот сразу возникает встречный вопрос с Карпенко. Скажи, пожалуйста, когда ты говорил вот следующие свои вещи, ты кого хотел тем самым задеть? Русских, кадыровцам или всех чеченцев? Послушай. Плохие, у нас хорошие тоже есть, то есть, плохие, хорошие. Только что-то получается у вас плохих сильно. Сильно дофига здесь запикано, потому что он как есть матом это произнес. Вы как типа царьки какие-то, которым все сходит с рук. То есть, фраза типа, в семье не без уродов, но как-то получается, что у вас семья уродов сильно большая. То есть, ему пленный говорит, ну, везде, есть как бы невоспитанные, плохие люди, в семье не без уродов. Он отвечает, ну, получается, что у вас уродов сильно много. И третье. Так у вас всегда такая термо, типа, получается. Если чуть-чуть не такой, значит, это плохой. Но вы все такие. Вот, когда вот эти вещи ты говоришь этим пленным кадыровцам, Ты кого хочешь тем самым подзадорить? Может быть, мы действительно такие глупенькие, недалекие, но не понимаем такого глубокого смысла твоей стратегической цели, когда ты задаешь вот эти вопросы кадыровцам. Кого ты хочешь, Карпенко, подзадорить? Или кого ты все-таки пытаешься обмануть? Когда ты говоришь с пленными кадыровцами о чеченках, которым, видите ли, нельзя приставать, увы и ах. А кто-то там, значит, может в России к местным жительницам приставать. И когда эти вещи поднимаешь, ты кого пытаешься подзадорить? Ты когда говоришь вот это, Карпенко? В Чечне, короче, в Грозном, Грознобаде, короче, назовем это так. За трехсотилась, короче, в Чечне за двухсотилась заправка, и там было четыре двухсотых бородатых. Четыре двухсотых бородатых – это мать двое детей и один водитель грузовика, и не чеченец, кстати говоря. Вот когда ты подобные вещи, когда ты издеваешься над погибшими абсолютно ни в чем неповинными людьми, девушкой молодой, ее двумя детьми, когда ты их называешь бородатыми, задвухсотившимися, ты кого пытаешься тем самым задеть? Чьи чувства патриотизма, собственного достоинства ты пытаешься задеть? Что должно проснуться у чеченцев, когда они слышат вот подобное? Что семья не без уродов, но у нас слишком много этих уродов. Да мы все такие, хоть мы и пытаемся там что-то скрыть, но мы все вот такие, своих уст, когда мы подобное слышим. Скажи, какие чувства у нас должны проснуться? И знаешь, Карпенко, я ни разу не называл тебя нацистом, потому что ты не являешься нацистом. Нацисты, в отличие от тебя, они не скрывали своей неприязни, они не скрывали своего мнения о собственном превосходстве. Когда те люди, народы которых они презирали, они открыто говорили о том, что они их презирают. Ты же пытаешься скрыть свое презрение, свои комплексы, свою зависть, ты пытаешь ее скрыть. То есть, делая это подобным, неуклюжим способом, пытаясь завуалировать это за какую-то стратегическую цель, что это, дескать, мы, оказывается, такие глупенькие, не понимаем. Вместо этого гораздо было бы достойнее, если бы ты, как есть, высказал свое мнение. И ты меня заинтересовал еще один тезис из твоего видео. Вот давай послушаем про якобы чеченцев, которые с тобой на связи. У меня в телефоне не один десяток чеченцев, которые мне пишут, что вдруг, если у тебя есть проблемы, или кто-то там, у тебя что-то, ты пиши, мы сейчас все сделаем, отрегулируем. Вот ты же в этих своих интервью с этими пленными, ты очень сильно возмущался вопросом чеченских девушек, что ты, конкретно ты приводил себя, например, что ты не можешь посватываться к чеченской девушке. Ты спрашивал этого военно-пленного, ты бы свою дочь выдал замуж, например, за меня, и задавал ему вопрос. Что тебе мешает, Карпенко, вот этим людям, которые якобы с тобой на связи, ты говоришь, что какие-то чеченцы пишут тебе, если какие-то проблемы, брат, то мы, мол, все решим. Задай им этот вопрос, спроси у этих чеченцев, которые с тобой типа на связи, выдали бы они за тебя, свою сестру или свою дочь? И давай поставим точку в этом вопросе. Спроси у них, если у тебя, и, кстати, опубликуй, если у тебя действительно есть у тебя какие-то чеченцы, которые с тобой на связи, и тебе подобное говорят, в чем я очень сильно сомневаюсь, но если они есть, вот задай им этот вопрос, и опубликуй ответ на этот вопрос. Пусть хоть один из тех, кто якобы с тобой на связи, скажет, что они выдали бы за тебя свою дочь или свою сестру. Ну и в завершении, комментируя тему драки между сыном чеченского предпринимателя Бажаева, точнее российского предпринимателя чеченского происхождения, его сын подрался, точнее, с сотрудником российской полиции. Послушайте, что по этому поводу говорит Карпенко. На многострадальном русском языке объясняю, что произошло. Произошла, в принципе, стандартная ситуация. Богатенький сыночек миллиардера дал полицейским. Дал Тумаков, если не на литературном, то есть просто не на литературном, он выразился. За что он там дал, как он дал, это не имеет никакого значения. Его хотели утихомирить, арестовали, но при этом мы же понимаем, что это Рашка, кадыровцы туда-сюда, его сразу же выпустили, спустя какое-то время. Так вот, по логике особенного блогера, если все обрисовать, виноват не богатенький сыночек, приближенный к кадыровскому движению, а виноват и полицейский. Потому что их плохо воспитали. Они не разглядели особенность этого чеченца. Они не поняли, что нужно делать. Их неправильно воспитали, научили. Их надо ставить на место. Как они посмели вообще это делать? А все почему? Потому что перед ними был особенный мальчик. Вот смотри, Карпенко, по моей логике, ты говоришь, что виноваты эти полицейские. Ты абсолютно прав. Абсолютно прав, Карпенко. И не потому, что он какой-то особенный. Кстати говоря, никакой он не кадыровский там и вообще никак не связан с этими кадыровцами. Ты не найдешь ни одного видео или фотофакта, где Бажаев, отец этого парня сидел бы там рядом с Кадыровым. Или чтобы у них какие-то респекты в сторону Кадырова высказывали. Они не связаны с Кадыровым. Наоборот, Кадыров очень любит эту семью. Но они действительно российские предприниматели. Это российский миллиардер. Да, как-то связанный с Путиным. И это его сын избил российского полицейского. И по моей логике, да, он будет прав. И я буду на его стороне просто из-за того, что вторая сторона – это российский мент. И в этом наша с тобой разница, Карпенко. Что ты в ситуации, когда есть чеченец, сын предпринимателя, да кто бы он ни был, с одной стороны есть чеченец, а с другой стороны российский мент, ты становишься на сторону российского мента. А я, Карпенко, если бы там на его месте оказался бы украинец, или если окажется, дай бог окажется, и не раз, если бы этот украинец избил, ну или подрался бы с российским ментом, плюнул бы в рожу российскому менту, я бы не стал даже разбираться в том, кто там прав или виноват. Понимаешь? Я бы целиком и полностью стал бы на сторону этого украинца. В этом наша с тобой разница, Карпенко. И в заключении я тебе приведу пример, который, наверное, поставит точку в нашем с тобой разговоре. И для многих, для большинства абсолютно украинцев это будет окончательным доводом с моей стороны. Если бы эта война сейчас шла бы на территории Чечения, и в рядах нашей армии чеченской было бы ровно 10 украинских добровольцев, небольшой украинский отряд, который бы сражался вместе с нами против оккупанта. И если бы я позволил себе нечто подобное, что позволил ты себе, например, с пленными российскими солдатами по происхождению украинцами, если бы я записал с ними интервью, и в этом интервью позволил бы себе рассуждать о том, почему украинские женщины ведут себя как-то так, почему кто-то там может с украинскими женщинами, а кто-то не может, если бы подобные вещи себе позволил, или, например, бы сказал, о, и мне не без уродов, но у вас что-то слишком много этих уродов, тебе бы не пришлось мне отвечать, и ни одному украинцу не пришлось бы мне отвечать, потому что наше командование немедленно поставило бы меня на место, указало бы меня на недопустимость подобного рода высказываний, когда в рядах нашей армии сражаются 10 украинцев. И с уважением к этим десятерым украинцам мы бы не позволили себе высказаться в адрес Украины. И даже если бы кто-то из нас, я повторяю, себе такое бы позволил, наше командование его моментально поставило бы на место. Сначала указало бы на недопустимость и порекомендовало бы в убедительной форме принести извинения, а если бы я не понял, то и иными способами меня поставили бы на место. И я бы не смог подобное продолжать, по крайней мере, будучи на территории Чечении, будучи в зоне досягаемости нашего командования. И то, что ты себе можешь позволять подобное, и никто тебя не останавливает, никто тебя не указывает на эту недопустимость, в этом разница и конкретно наша с тобой, Карпенко, и разница в подходах украинского командования и чеченского. На этом у меня все. Ты говоришь, стал на сторону чеченца, потому что на той стороне мент. А почему ты, Тумсо, не стал на сторону ингушей, которые пытались дать отпор твоим самым ненавистным врагам? Вот если бы ты меня послушал, по-моему, в прошлом, позапрошлом эфире, я отвечал на этот вопрос. Вот если бы на той стороне были бы обычные ингуши, а не ингуши под депутатом Барахоева, я бы стал на их сторону. Но когда у нас с одной стороны делимханов и люди из-под него, а с другой стороны у нас Барахоев, Керимов и люди из-под него, то я в них не вижу никакой разницы. И вот очень плохо, что вы ее видите. Это очень плохо. Потому что с точки зрения логики в них нет никакой разницы. Не говоря уже о религиозных, политических взглядах. Просто логически в них нет никакой разницы. Они абсолютно идентичны. Но вы, исходя из национальных, этнических предпочтений, вы не видите этого очевидного сходства между ними. Поэтому вы становитесь на сторону ингушей, потому что просто они являются частью вашего народа. В отличие от меня, я-то не становлюсь на сторону кадыровцев из-за того, что они чеченцы. Несмотря на то, что они чеченцы. Они все чеченцы. Они часть моего народа. И даже может быть среди них там мои родственники найдутся. Но я не стану на их сторону. Потому что для меня они враги. Точно такие же, как и любые другие представители других народов. Если они служат в российской власти, то в них нет, для меня, для них нет никакой разницы. В этом наша с вами разница. что я не становлюсь на сторону чеченцев из-за того, что они мне ближе. Я говорю, и те, и те. Давайте, чума на оба ваших дома. Говорю я. Топку их. А вы среди этих сортов пекалии начинаете выбирать тех, кто вам ближе. Вот она и наша с вами разница. И это ведь не первый случай. Вы так говорите, как будто у нас впервые происходят какие-то стычки между представителями власти с разных сторон, ну, из разных республик, в которых мы всегда занимали именно такую позицию. Когда в конце нулевых на границе перестрелялись ингушские и кадыровские менты, когда положили заместителя командира ОМОНа Буади, Дахиева, его заместителя, еще там нескольких положили, ранили. Ингушские менты, ингушские менты убили и ранили кадыровских ментов. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я становился на сторону кадыровских ментов из-за того, что они чеченцы? Они все были чеченцами. И плевать мне на них. Чем больше бы они там друг друга положили, тем больше мне было бы на них плевать. Нет, в этой подобного рода разборках у нас нет каких-то предпочтений. Наше предпочтение, чтобы у них было побольше таких разборок, побольше они там друг друга поперебили. Вот наш интерес. Абсолютно не сожалеем по этому поводу. Когда подобное, ну, что-то подобное произошло, в Москве почему-то начались избирать, избираемость вот в этой, начали выбирать. Это да, плохой, но вот там вот этот, а вот этот. Я не говорю о конкретных личностях. Может быть, кто-то нечаянно где-то оказался, я не знаю. Но тот флаг, под которым он там оказался, он ничем не лучше кадыровского. Не, дорогой Томсо, по твоей логике, менты, конечно, ментами и останутся, но можно им бить это путь в беспредел. Занимаются пусть этим чеченцы в Чечне такое, и мы поддержим. Вы это кто, простите меня? Давайте мы определимся, вы кто. Я говорю с точки зрения украинцев, воюющих сегодня с российскими оккупантами, в их интересах, чтобы побольше морд билось российским ментам. И когда украинский спикер садится и начинает переживать по поводу избитого российского мента, это очень серьезный сигнал для того, чтобы задуматься и для украинских, я не имею в виду, властей, спецслужб украинских граждан, обычных людей, чтобы задуматься над тем, кто этот человек, почему он беспокоится о российских ментах? Почему его этот вопрос волнует? Почему меня бы, как чеченца, абсолютно не волновал бы российский мент, которого избил или попытался побить украинец? В честь и хвала этому украинцу. Но почему у Карпенко другой взгляд на эти события? Вот о чем вам нужно задуматься. Так, обожаю человек Путина, чем он отличается от Барахоева, уважаю его прямая связь с Путиным. Я не знаю, какие отношения уважаю его с Путиным, но уважаю как минимум предприниматель, а не российский депутат. Это первое. Второе, даже если бы он был таковым, при чем здесь его сын? И если даже мы представим, что его сын, давайте его тоже будем списывать, но если мы будем выбирать между российским ментом и сыном чеченского предпринимателя, как можно в этой ситуации выбрать российского мента? Как можно по этому поводу вообще переживать? В лучшем случае скажи, да пошли они оба. Вообще нас это не волнует. Побольше там. Деритесь. Мочите друг друга. Ну я понимаю, хотя бы такая была оппозиция. Но когда у тебя оппозиция, видите ли, российского мента подняли руку, воспитание, какие-то рассуждения. Какое может быть рассуждение здесь? Это российский мент. Это тот, кто сегодня оккупирует твои земли, твою страну. Почему ты по поводу этого человека переживаешь? Есть разница между кафирами, которые воюют с мусульманами, кафирами, которые не воюют. Есть разница между Кадыровым, который унижает, истребляет свой народ, и Бараховым, который не враждует. Безусловно, такая разница есть. Но эта разница не в том, чтобы становиться начуто из их сторон. Да, разница есть, когда если бы нам с вами нужно было бы среди них выбирать, то в этом случае, конечно, мы выбрали бы тех, кто меньшим злом для нас является. Но когда тебе не нужно, ты не стоишь перед выбором, как ты можешь отдавать кому-то предпочтение? Как пример я тебе приведу, если бы, например, стоял бы вопрос о том, что кто-то из них должен возглавить республику. И в этом случае, если бы мы выбирали из двух зол, я понимаю, но там, где ты вообще к этому никак не причастен, и это те, кто, как ты говоришь, кровожадные и менее кровожадные друг друга долбят, как ты можешь в этой ситуации стать на сторону менее кровожадных? Ты, мусульманин, с правильными убеждениями, ты становишься на сторону такого же зла, только чуть меньше кровавого. У этого больше, на литров крови, у этого меньше. И ты становишься на сторону вот этого и начинаешь вместе с ним против этого что-то там драться или говорить, комментировать, высказывать свои возмущения. Ну как так можно? Да оставь ты их, ради бога. Пусть, пусть долбится сколько хотят. Наши менты нас не убивают, становятся на нашу сторону чуть что. Поэтому мы их любим. Они защищают наши интересы. Ваши вас убивают, пытают ради Путина. Так что не сравнивайте вообще. Учитывая, что ты тут улыбки поставил, я думаю, я надеюсь, что это был сарказм с твоей стороны. Я надеюсь, что ты реально так не считаешь. Хотелось бы хорошо о тебе думать, но если ты это серьезно написал, то у тебя очень серьезные проблемы, потому что буквально недавно мы все наблюдали за ситуацией, как в Ингушетии ингушскими ментами убивались ингуши. Было совсем недавно. Немало примеров, когда в ингушском ЦП пытаются ингушские парни ингушские девушки, женщины. Поэтому я не хочу серьезно эту тему обсуждать. Для того, чтобы говорить о том, что происходит в Ингушетии, среди ингушей, для этого есть ингуши, ингушские блогеры, активисты, и они неплохо со своей задачей справляются. Это не моя тема. Я думаю, что если ты им серьезно, если ты это серьезно, а не сарказмом написал, если ты им об этом скажешь, они тебе расскажут о том, какие хорошие ингушские менты. Вообще, разговор о том, что какие-то менты хорошие, это уже удивительный сам по себе разговор. Я заметил, когда Карпенко общается с пленами, он спрашивает, были ли они в Москве, а Карпенко отвечает, что был 24 раз в Москве, как будто этим гордиться. Я вообще заметил, что Карпенко поймал вот эту жилу, золотую жилу, когда он с сеченцами проводит эти интервью, видимо, с большой фидбэк, то есть ему пишут комментарии недовольные, мы записываем какие-то видео, то есть получается некий актив, и ему, видимо, это нравится, и он поэтому постоянно эту тему передпедалирует. Они обменивают вчера военнопленных, целый автобус военнопленных, но он именно подошел к чеченцам и начал с химинскими пленными, чтобы обсуждать, подчеркивать, что это чеченцы. Весь обмен был посвящен именно этим нескольким чеченцам. Вообще, прям по тезисам сидеть, все, что наговорил Карпенко, там много чего на самом деле можно, конечно, сказать, на многие моменты можно ответить, я просто специально не хочу делать слишком длинным это видео, поэтому постарался как можно короче ответить. Мы не чеченцы, ведь ты упускаешь факт, что чеченцы в Чечне своим ментам рожи не бьют, а за пределами Чечни знают, на бутылку не посадят, отмажут, выкупят. Что ты такое, черт побери, несешь? Этот парень, подравшийся с российским ментом, не живет в Чечне, он подрался с ментом там, где он живет, всю свою жизнь он живет там, и там, по месту своего жительства, своей прописки, он подрался с ментом. Какие к нему претензии? Почему он, живущий в Москве, обеспеченный сын предпринимателя, миллиардера, должен приехать в Чечню и в Чечне с кем-то подраться? Что это за логика такая? А что скажешь насчет липовой пенсии по инвалидности? Это тоже очень интересный вопрос. Карпенко это как-то сильно возмутило. Ну, здесь он скажет, что на самом деле его это не возмущает, а он просто пытается таким образом поддеть россиян, что вот, мол, их налоги, куда уходят, что там они делают, но это тщетная попытка и абсолютно несправедливая, потому что чеченцы, Чеченская республика, а-то как раз и платит эти налоги. И помимо налога у нас еще нефть ежедневно эшелонами уходит в Россию, продается. Поэтому сказать, что это Россия, содержит Чечню, и что эти пенсии, которые липово-не липово у нас делают и получают, что эти пенсии якобы из российских карманов, но это ведь несправедливо. Наоборот, мы можем говорить о том, что пенсия, которую получает какой-нибудь россиянин в Балтайском крае в Сибири, наоборот, это пенсия из налогов и из реализованной чеченской нефти. Поэтому я мог очень долго рассуждать, брать прям тезис на все, что он там говорит в своих интервью. Потому что в нем, хоть он и пытается скрыть, но в нем явно есть вот эта неприязнь к нам, какая-то ненависть, зависть. Поэтому он то здесь кусанет, то там кусанет, то всячески пытается. Много, много всего ему в нас не нравится. Так, наверное, давайте мы на этом будем уже завершать. У нас час временного времени прошел. Мне из государственного департамента США и масоны из Лондона, из Британии, как говорил Кадыров, мне не платят за сверхурочный. То есть мне платят только за этот один час. А сверхурочный бесплатно я работать не привык. И не буду. Поэтому берегите себя и своих близких. Вся хвала принадлежит Аллаху Господу мирову. Ассаляму алейкум и рахматуллахи и ва баракат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok